Сегодня Внешэкономбанк выкупил первый транш инфраструктурных облигаций в 25 миллиардов рублей, которые разрешило ООО РЖД выпустить правительство. Деньги по ставке инфляции плюс 1% и сроком до 30 лет пойдут на развитие различных инфраструктурных проектов. Это уникальный выпуск на российском рынке, поскольку облигаций с таким сроком погашения еще не было. Причем, как говорят в РЖД, в принципе те проекты, на которые пойдут деньги, они окупаемые, только у них слишком длинный горизонт, который как раз и составляет до 30 лет. Для российских пенсионеров, кстати, это тоже знаковое событие, поскольку у ВЭБа, который управляет пенсионными накоплениями россиян, значительной ее частью, есть большие проблемы с обыгрыванием инфляции. Если учесть, что правительство также дало разрешение ВЭБу купить облигации федеральной сетевой компании, а также агентство по ипотечному жилищному кредитованию, то список инструментов, которые гарантированно дадут доход выше инфляции на рынке, значительно увеличится и, соответственно, ВЭБу будет гораздо легче обеспечить пенсиями россиян там через 20-30 лет. Добрый день! В сегодняшнем номере ГУДКа читайте о том, как московские коммерсанты воспрепятствовали строительству транспортно-пересадочного узла в районе остановочной платформы Лосино-Островская. В 2011 году между холдингом РЖД и московским правительством было подписано соглашение о строительстве 57 транспортно-пересадочных узлов, призванных облегчить доступ граждан в центр столицы. При этом в зону застройки попали территории рынков и микрорынков, расположенных в полосе отвода железной дороги. Договоры с владельцами торговых павильонов были расторнуты законным путем, однако коммерсанты не спешили покидать насиженные места. И вот на прошлой неделе дирекция железнодорожных вокзалов приступила к демонтажу торговых конструкций у Лосино-Островской. Но вначале работы были прерваны полицией, вызванные торговцами, а затем строительная автотехника железнодорожников была блокирована на подъезде к станции неизвестными на фурах и джипах. В итоге работы были сорваны. Как рассказали Гудку в дирекции железнодорожных вокзалов, с подобным вопиющим поведением коммерсантов они сталкиваются не впервые. Так, противодействие железнодорожникам было оказано и во время демонтажа торговых павильонов у будущих ТПУ Дмитровская и текстильщики. Стихийные митинги, обращение торговцев в суд и транспортную прокуратуру, в итоге ничем для них не закончившиеся, все же сильно затягивали выполнение работы. В Москве завершились два матча финальной серии Единой лиги ВТБ, где встречались Центральная спортивная клуб армии, действующий чемпион страны и один из лучших клубов Европы, и Краснодарский локомотив Кубань. Два матча в Москве завершились, к сожалению, для болельщиков локомотива, победой ЦСКА. Да, именно армейцы считались фаворитами финального противостояния, но были надежды, что и железнодорожники смогут оказать клубу из Москвы достойное сопротивление, тем более, что в полуфинале локомотив Кубань достаточно уверенно прошел литовский Жальгерес. Однако первые два матча локомотиву не очень-то удались. Если в первой игре подопечные Евгения Пашутина пытались биться с ЦСКА, да, армейцы уходили в отрыв, но игроки локомотива фактически несколько раз доставали соперника, сокращали счет до минимума. Но вторая игра, увы, у краснодарцев не очень-то получилась. Были ошибки в нападении, была не всегда уверенная игра в обороне. И, как сказал наставник Лока Евгений Пашутин, многим баскетболистам, в общем-то, не хватило опыта участия в таких вот напряженных финальных матчах. Сейчас финальная серия переезжает в Краснодар, и уже сегодня локомотив Кубань и ЦСКА проведут третий матч финала. Если ЦСКА выиграет, то он становится победителем единой лиги ВТБ, Ну а в случае победы локомотива серия будет продолжена в пятницу, и если железнодорожники сравняют счет, то решающая игра состоится в воскресенье. Ну, будем надеяться, что локомотив все-таки сможет побороться с ЦСКА за победу. А подробнее о том, как проходили два первых матча финальной серии, и о перспективах локомотива в оставшихся встречах, вы сможете прочитать на страницах нашей газеты. Редактор субтитров А.Семкин